Добрый день! Вы смотрите программу «Экономикс». Финансовый рынок России после нестабильности 2014-2016 годов, впрочем, как и отечественной экономики, вроде бы сейчас выглядит стабильно. Рубль не дешевел ниже отметки в 61 за доллар в этом году, в среднем находился на отметках 58-59. Вероятно, залогом стабильности на валютном рынке стали стабильные цены на нефть, которые закрепились на отметке 50-55 долларов за баррель в этом году. Индекс рублевый показал смешанную динамику, падая всю первую половину года и показав рост до сегодняшнего момента, начиная с июня. О том, какие факторы в течение этого года стали главными в определении тенденций на финансовых рынках, обсудим с Вадимом Сотниковым, инвестором и руководителем лаборатории фундаментального анализа КФУ. Вадим, приветствую! Добрый день! Начать хотелось бы с глобальной картины. Какие события в мире, мировой политике, в том числе политики мировых ЦБ, оказали влияние на состояние в финансовых рынках в этом году? Большие влияния? Да, вопрос, конечно, глобальный такой. Я хочу, наверное, отметить то, что влияние Трампа оказалось не таким, наверное, существенным, как многие предполагали. То есть, ожидалось достаточно бурное развитие американской промышленности, планировалось снижение налогов. Ну, в общем, в своей предвыборной программе Трамп очень много уделял внимания тому, что будет много драйверов для роста американской экономики. К сожалению, пока, ну, по крайней мере, по моим ощущениям, этого не происходит, либо происходит, но не в той динамике, как этого ожидали инвесторы. В связи с этим мы видим, что и на американских площадках нет того роста, который, может быть, многие прогнозировали. Если взять по российской системе, да, что у нас происходит интересного, ну, для меня таким важным моментом было то, что многие госкомпании не смогли обеспечить того дивидендного, дивидендных выплат, как на это рассчитывало правительство и бюджет. То есть, самые крупные компании, такие как Роснефть, Газпром, так или иначе смогли от этого правила в 50% дивидендов от чистой прибыли уйти. И это тоже влияет на общее настроение, потому что, как минимум, эти две компании составляют серьезную часть индекса РТС, индекса ММВБ. Соответственно, опять же, наши индексы тоже топчутся на месте весь год. Да, вот ты отметил нефтегазовый сектор, как раз-таки, ну, если вот говорить, опять-таки, о глобальной картине, стабильно в этом году на нефтяном рынке. Вот почему, может быть, это повлияла сделка ОПЕК+, которая была заключена в прошлом году, либо какие-то другие факторы в этом году оказывали влияние на нефтяные цены? Ну, нефть, на самом деле, такой товар, на который очень сложно давать прогнозы. Тем не менее, вот то, что мы видим, это для России, в общем, такой благоприятный сценарий. То есть, мы, да, реально не опускаемся ниже 50 долларов уже достаточно давно. Сейчас даже держимся, по-моему, сейчас индекс, то есть, ноябрьский, да, сейчас идет даже 56-57. То есть, цифры хорошие, цифры хорошие, и, как бы, в сокупности с курсом рубля, то есть, у нас хорошая цена рублевая на бочку. Какие факторы влияют? Ну, тут, да, наверное, ОПЕК+, повлиял. В начале года были спекуляции на тему того, что не смогут выполнить это соглашение. Но, тем не менее, каждая сторона в этом участвует. То, как мы в лаборатории смотрим на это, мы тоже это видим, потому что, анализируя компании российские, мы видим практически в каждой второй этой компании, в годовом отчете, отметку о том, что компании так или иначе выполняют возложенные на них требования. И это дает свои плоды, то есть, мы ограничиваем экспорт нефти сырой за рубеж, и тем самым какое-то положение поддерживается. Также стоит отметить, что мы вроде как нормализовали отношения со своими главными конкурентами Саудовской Аравии. Недавно король приезжал, и в целом, пока видимость такая, что у нас баланс спроса и предложения до конца года, я думаю, сохранится. Хорошо, вот ФРС, в принципе, как и нефтяной фактор, тоже очень сильное влияние оказывает на рынке. В этом году они, ну, вроде бы идут по пути ужесточения политики ФРС, то есть, они поднимают ставку и сокращают баланс, который раздулся до 4 триллионов долларов, даже чуть более этой отметки. Вот в этом году, в принципе, уже два повышения ставки произошло. В декабре, возможно, произойдет и третье по плану. Но как вот политика ФРС, понятно, что на американский рынок она оказывает очень прямое влияние, на Россию и на развивающиеся страны оказывает. В каком ключе воздействие? Ну, в целом, если смотреть глобально, да, то ФРС, оно так или иначе воздействует на так называемую безрисковую ставку. Многие фонды считают, как бы, свое заимствование, сумму, стоимость своего долга, исходя из такой ставки. И ФРС, конечно, оказывает влияние на это. Но правильно было отмечено, что это больше относится к американскому рынку, потому что и в прошлом году, и в 2015-м очень много денег из западных ушло из России. Поэтому сейчас мы, наверное, больше склонны смотреть на ставку нашу, то есть, нашего ЦБ. А что касается ФРС, на Россию это будет влиять именно в той пропорции, в которой сейчас западные фонды продолжают держать активы российских компаний. Ну, по моим оценкам, эта сумма, она как сократилась в 2015-2016 году и пока не сильно возрастает. Поэтому я не склонен сейчас драматизировать, что ставка ФРС будет очень сильно переоценивать активы российских компаний. То есть, у международных инвесторов пока не очень большой интерес к российскому рынку, даже несмотря на то, что после 2014-2015 года он подешевел практически в два раза. Ну, если в долларах считать, да, он подешевел, те, кто не хотел уходить, они, я думаю, и не ушли. То есть, недавно смотрел про норвежский фонд, достаточно крупный, один из самых крупных. То есть, у него есть свои активы в России, он их не продает, если продают какие-то минимальные доли. А те, кто ушел и сейчас думает зайти, я думаю, таких меньшинство, потому что конкретно в 2017 году нет таких драйверов, которые побудили бы западные компании именно вот сейчас, допустим, в середине 2017 года или ближе к концу заходить. То есть, я пока не вижу таких моментов, которые изменят принципиальное решение западных фондов. Наверное, остались больше долгосрочные инвесторы, как ты и сказал, но вот по краткосрочным, если говорить, наверное, все сейчас спекулируют процентными ставками. То есть, у нас же рубль вроде бы стабильный, процентные ставки в стране высокие, благодаря ЦБ, а за рубежом ставка на нулевых отметках. Операция корритрейта сейчас, наверное, больше в фаворите по сравнению с акциями, да? Ну, если смотреть на то, что было раньше у корритрейта, то есть, сейчас, конечно, возможность заработка не такая существенная, потому что происходит два противоположных направления. То есть, ставка долларовая растет, ставка рублевая падает, соответственно, потенциальная доходность, которую может заработать участник рынка корритрейта, она снижается. То есть, на данный момент у нас сейчас, по-моему, разница в 6, даже меньше процентов, соответственно, год или два назад были цифры совсем другие, то есть, два раза больше можно было заработать. Но если смотреть в сравнении с акциями в этом году, по крайней мере, то у корритрейта все равно есть преимущества, потому что доходность, помноженная на риски государства, продолжает превалировать над акциями. То есть, именно сейчас, я думаю, вложение в облигации российских компаний и российское государство один из приоритетов. А вот можно ли сказать, что операции корритрейта стали залогом стабильности рубля? То есть, много иностранных инвесторов ставят именно ставку на то, что рубль будет стабилен, покупают нашу процентную ставку, и это влияет, в принципе, на валютный рынок вообще. Ну, если расширить вопрос до, в принципе, факторов валютной стабильности в России, то помимо финансовых, какие еще бы ты отметил? Ну, то, что именно участники рынка керри-трейд оказывают поддержку рублю в стопроцентном отношении, говорить нельзя. То есть, они оказывают какой-то вклад, но я не думаю, что он существенный именно с точки зрения поддержания такой стабильности. Да, они не идут вопреки, то есть, они не пытаются рубль понизить. То есть, пока они сидят в этих сделках, рубль чувствует себя хорошо. Но основной, все-таки, я думаю, это наш платежный баланс. То есть, у нас в этом плане на 2017 год пока все хорошо, на 2018-2019 надо посмотреть. Сейчас не готов ответить, как там будет развиваться ситуация. А второй вопрос какой? Ну, то есть, в принципе, факторы какие-то. Я отметил платежный баланс, наверное, еще стабильность экономики, инфляционные ожидания. Да, то есть, стоит отметить то, что очень хорошая политика по таргетированию инфляции ЦБ дает свои плоды. И даже сверх того, что рассчитывали. Инфляция сейчас на рекордных уровнях. То есть, многие эксперты говорят, что там в постсоветской России не было таких никогда темпов. И население даже к этому еще не готово. То есть, до сих пор, если анализировать, с кем общаешься, все думают, что инфляция до сих пор двухзначна. То есть, очень сложно людей, население убедить в том, что инфляция опускается до исторических уровней. Но все это связано с тем, что потребительская корзина и тот объем товаров, по которым меряет инфляция, все-таки разные вещи. То есть, нужно именно смотреть шире. То есть, населению это сложно будет объяснить. Ну да, в принципе, инфляционные ожидания у нас, как и были высокими, так и остались. Они, как бы, меньший эффект. Они запаздывают, как бы, за реальной инфляцией. Но 3%. Да, Орешкин даже обещал, что в октябре она будет чуть ниже 3%. Вот инфляция, вроде бы, еще рост ВВП к этому прибавляется. Там около 2% в этом году ожидают. По сравнению с 2015-2016 годом, это, конечно, хорошие цифры. Но это эффект низкой базы, да? Нужно понимать, что ВВП упал, как бы, и 2% по сравнению там, даже с 1% в 2013 году, это не те цифры. Вот, в принципе, если смотреть на российскую экономику более широко, какие драйверы роста можно сегодня отметить на ближайшую перспективу? Ну, в целом, как бы, для российской экономики нужно понимать, что, да, то есть, те цифры, которые сейчас публикуют Росстат, там, 2, да даже 3%, это все низкая база, все правильно. Смотреть реально на рост ВВП стоит после того, как мы превысим максимально отметки, там, 2013-2014 года. Когда мы превысим в номинальном объеме эту цифру, будем смотреть дальше, как мы растем. То есть, я не думаю, что пока у нас очень радужные перспективы. Ну, вообще, любая экономика, в том числе и российская, может расти, как бы, по нескольким факторам. Один из них – это внутренняя покупательская способность, да, население. И другая – это, если мы умеем продавать товар на экспорт, пока не есть наш товар, это энергоносители. Год-два назад у нас подводил, в этом году на каком-то уровне, таком средненьком. Ну, и примерно так же можно характеризовать наш рост ВВП. Он такой же средненький, потому что внутреннее потребление оставляет желать лучшего. А то, что мы можем поставлять на экспорт, на том уровне, на котором сейчас, так скажем, цены на нефть. Все отсюда идет наш весь рост. А вот я очень много слышал мнений о том, что для того, чтобы действительно хорошую экономику построить, нужен развитый финансовый рынок, так как он является кровеносной системой. В принципе, у нас сейчас финансовые потоки в основном идут через банки. Финансовые рынки как инструмент привлечения денежных средств в компанию не более таки востребованы. Вот если смотреть на перспективы развития финансовых рынков, то каковы они? Ну, в целом, даже я очень много сил прилагаю, по крайней мере, на своем уровне, чтобы наша финансовая система стала лучшим. То есть мы пытаемся донести до наших слушателей информацию о том, что нужно смотреть на компании как на долгосрочный источник финансовой независимости. То есть нужно уметь вкладывать в компанию, нужно давать бизнесу деньги. То, что делает банковская система, да, она дает кредиты, но все-таки кредитное финансирование и финансирование через акционерный капитал – это разные вещи. Но можно просто посмотреть, да, что у нас сейчас происходит с IPO. То есть вот в этом году, по-моему, там значимых IPO там один или два там всего лишь было. «Детский мир» из каких-то таких известных. То есть практически затишье происходит. То есть бизнес сейчас то ли не требует денег для акционерного капитала, то ли видит, что сейчас неподходящее время. Я думаю, все-таки второе, потому что очень много бизнеса, особенно в долларовой оценке, стоит очень дешево. Сейчас невыгодно выпускать на рынок. Чтобы поднять котировки компании, нужно поднять интерес к этим компаниям. Интерес можно, опять же, как бы поднимать с помощью внутреннего спроса населения, либо, опять же, западными хедж-фондами. Мы стараемся сейчас смотреть на внутреннее население, но для начала неплохо бы его чуть-чуть финансовое состояние поднять. В продолжении темы у нас очень много сейчас говорят о развитии рынка облигаций. И для населения вроде бы ОФЗИН, вроде бы как-то финансовую грамотность пытается повысить и объяснить, что эта альтернатива банковским вкладам, в принципе, хорошая. Но все-таки пока не очень активно этим используется. Компании, облигации компании сейчас есть какие-то перспективные? То есть если на рынок смотреть, опять-таки, можно ли какие-то истории найти на долговом рынке, которым можно эффективно заменить альтернативные банковские вложения? На самом деле это, я считаю, одним из ключевых способов вложения своих средств для простого обывателя. То есть очень сложно анализировать бизнес компании для того, чтобы понять, сколько должна стоить акция. И это часто неблагодарная работа, которую может выстрелить через десятки лет, и не все будут этим заниматься. А что касается альтернативы, то да, если вас не устраивает доходность депозита, если вас уже не устраивает доходность федерального займа, вы хотите все-таки еще двузначную доходность урвать, то, конечно, стоит смотреть именно на облигации компании, причем желательно смотреть на облигации промышленных компаний, которые ориентированы либо на внутренний сектор каждодневного потребления, то есть что-то из сельхозпроизводителей, из пищевиков, либо ориентированы на экспорт. Причем экспорт нужно тоже будет разделить, то есть есть экспорт энергоносителей, но я сторонник того, чтобы все-таки были компании в вашем портфеле различные. То есть нужно и металл, и энергетику смотреть, и нефть должна быть одной из составляющих этих. Поэтому я считаю, что да, то есть облигации промышленных компаний, диверсифицированный портфель таких облигаций, это залог того, что вы сможете в ближайший год-два еще получать двузначную доходность. А вот двузначная доходность, это примерно о каких цифрах идет речь, если вот говорить об инвесторе со средним уровнем риска, то есть он допускает какую-то просадку, это 10-15%. Ну да, то есть такой какой-то предел, то есть выше 15% очень сложно искать облигации, если такие облигации находятся, то, как правило, за ними скрыт существенный риск, и многие последние, по крайней мере, банковские истории это показывали, то есть все помнят ситуацию с Татфондбанком, и с Открытием тоже такая ситуация. То есть перед тем, как у банков случаются какие-то проблемы, то есть их облигации, как правило, растут. Поэтому в банки не советую вкладываться, потому что банки это все-таки производные от бизнеса, то есть банк сам по себе прибыль генерировать не может, он сам должен куда-то вложиться. Поэтому зачем спонсировать банк, когда можно самому вложиться напрямую в бизнес. Хорошо, рынок акций, если смотреть, то какие там интересные истории были в этом году? В принципе, ты отметил, что дивидендная доходность в этом году немножко снизилась по сравнению с предыдущими. Есть ли какие-то еще дивидендные истории, которые можно было отыграть в этом году? Ну, которые можно было отыграть, наверное, нет, потому что уже основные дивидендные ралли, дивидендные гэпы летом все основные прошли. Но можно уже примерно загадывать, что будет по итогам 2017 года, по прибыли чистой, я имею в виду. Можно примерно представлять, каким будет дивиденд за 2017 год, и потихонечку заниматься составлением портфеля акций для того, чтобы получить дивидендные выплаты по итогам 2017 года. То есть с прицелом на год, я так смотрю. И можно отметить, опять, как я говорю, это компании экспортно ориентированные. Я очень хорошо смотрю на компанию «Алроса», несмотря на все их проблемы на руднике. То есть компания очень дешевая для своего бизнеса, у нее хороший сбалансированный портфель заказов. Помимо этого, мы хорошо относимся все еще к нефтехимии, то есть цена на нефть, хоть и кажется высокой, но для нефтехимического отрасли она достаточно привлекательна. То есть нефть является сырьем для этих компаний, а поставляют они свою продукцию чаще всего на экспорт и получают, опять же, хорошую прибавку к своей добавленной стоимости. И, наверное, если нефтехимию экспортников, ну и, наверное, парочку компаний можно будет рассмотреть из сектора сельскохозяйственного. Да, вот про это как раз хотел спросить. Мне нравится до сих пор компания «Черкизова», которую мы анализировали, которая хорошо идет. И в целом пока не вижу причин менять исходные данные в нашей модели. То есть цены, по которым она будет в дальнейшем котироваться, намного выше текущих отметок. А вот на финансовый сектор ты так скептически немножко смотришь. Туда инвестировать ты бы не советовал? Ну, есть несколько отраслей, то есть несколько компаний в этой отрасли. Я всегда обхожу стороной банки, поэтому из финансовых, но не банковских компаний у нас, наверное, ММФБ до сих пор остается. Как интересное вложение, у них неплохие показатели по прибылям в разделе комиссионных доходов, то есть процентов на активы имеющиеся. И опять же, оценку этой компании, свою оценку, которую мы делали в лаборатории, я менять не планирую. У них тоже потенциал роста неплохой. Но там неплохой, надо смотреть на более долгий срок. То есть мы их рассматривали не на один год, а на 3-5 лет. И, в принципе, эта история уже отыграла ожидания. Ну, по крайней мере, мои дивиденды на доходность там около 8%, плюс еще курсовая разница сейчас. Ну, вот неплохо. Достаточно хорошая. Что ж, Вадим, это все, что мы успеваем обсудить к этому времени. Спасибо большое за участие в программе. У нас в гостях был Вадим Сотников, инвестор, руководитель лаборатории фундаментального анализа Казанского университета. Будьте в курсе самых важных и актуальных трендов в мире экономики. Смотрите нас каждую пятницу в 19.40. На этом с вами прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин